Всем привет! Мы на Северном полюсе. Шутка! Мы в Петербурге. Как вам, смешно? Нам не очень, у нас минус 15. Днём. Днём. А ночью ещё холоднее. Да. В общем, мы вернулись из Сочи, и мы, когда уезжали, договорились, что мы вернёмся и купим ёлку. Поэтому мы сейчас как раз едем за ней. В Петербурге самый снежный декабрь когда-либо. Зато у нас здесь вообще никак не убирают снег, и вот так вот сугробы лежат на обочинах. Под некоторыми сугробами даже прячутся машины. Она стала выше. Ещё одна самая ужасная проблема Питера зимой — это вот эти сосульки. Мне очень страшно, и у нас их не убирают. Поэтому всегда приходится ходить вот так. После поездки в Сочи ещё заезжали в Волгоград по делам. Поэтому нас не было в Питере уже, наверное, недели две, может быть, полторы. И за это время здесь было столько снега. Здесь прямо настоящая сказка зимняя. И уже очень хочется поставить ёлку, но я соскучилась. Наша ёлка дома. Посмотрите, какая она высокая. Почти до потолка оказалась. На улице она не казалась такой большой, правда? Встанем там рядышком, покажи, какая она высокая. Да нет. Паша, сколько ты ростом? Два? 190, да. Тут у нас заставка угадать какого фильма. Какой красивый домик! Надо эту ёлочку в такой домик. Но пока что она постоит в нашем. Сейчас мы будем её распаковывать. Единственное, что мы переживаем, что нам показали пример очень красивый, а потом мы выбирали просто вот такие упакованные ёлки. Но выбрали самую плотненькую. Посмотрите, вообще супер, на наш взгляд. Она справится? Она, да, ещё сама должна расправиться. Не стали расправлять. А вот, кстати, вот этот мешок не подошёл? Не-не, этот мешок не подойдёт. Наверное, какую-то ткань нужно покупать, чтобы обернуть эту подставку. Нет, ты уже её не поднимешь даже. Такая пышная. Красивая. Смотрите, как там с машиной засыпало. Надеюсь, что вот в этой кучке тоже не машина. Нам пришлось сделать лёгкую перестановку. Ёлка теперь будет стоять здесь, потому что мы поставили сначала вот здесь, на месте этого стола. Но тут батарея две. И мы надеялись выключить одну, чтобы ёлку не грело. Эта не выключалась, а вот эта как раз выключается. Вот. Поэтому ёлка теперь стоит здесь. По-моему, так тоже симпатично. Ну и какое новогоднее настроение без Икеи. Поэтому туда сейчас и поедем. я уже надела свой самый уютный костюмчик. Сюда как раз не хватает моих уг и не хватает куртки. Я только боюсь, что там очень холодно на улице. Сколько там сегодня потеплее, чем вчера? Там сегодня потеплее, там минус восемнадцать. Настало такое время, когда приходится на только что помытую голову, на свеженькую, объёмненькую, надевать шапку и портить это всё дело. Портит всю прическу. Кстати, не так холодно. Да? Не сразу холодно. Сначала мы идём завтракать. Красиво украшено. Я забыла снять свой завтрак, поэтому тут уже только половинка круассана с рыбой. Зелёный чай. Ну, и у Паши вот что-то такое. Копеёчек. Мы думаем, это солнце уже может стать закатом, а учитывая, что уже 13.51 или ещё 13.51. Мы зашли в ОБИ до того, как зайти в Икеа, и здесь очень много всего к Новому году. Конечно, много некрасивого, много и красивого. Главное здесь не напокупать чего-то ненужного, чтобы потом это валялось весь год. Вот Паши уже купили ожерелье красивое. Ситуация такая, что прошло уже три часа, как мы приехали в Мегу, но мы купили всё, что угодно. Мы купили кофемашину, купили Паши, дублёнг, купили венок. Всё, Паши. Но в Икее так и не были ещё. Сейчас мы пойдём просто есть сначала в Икеа, а потом только по ней ходить. Но самая главная покупка за это время — это глиническая помада. Я уже так давно о ней мечтала. А для Рош-Позе. Это моя вторая. Главное её не потерять, потому что она стоит состояние целое. Пока Паша по телефону разговаривает, решила с вами поговорить, я вспомнила, что, наверное, годы два назад Икеа нас звала сюда ночью. Ночью. Мы заходили через чёрный ход, даже ели где-то там в офисных помещениях, где работники едят. Всё потому, что мы участвовали в проекте, где можно было переделать одну из комнат в Икее. Вот это было как раз сзади, только её, конечно, уже переделали. Был интересный опыт. Мы тут с блогерами, с другими. Я всегда была маленьким блогером. Правда, я не очень помню результат, что был мне вообще понравился. Было немножко странновато. Была такая зелёная комната. Но попали. Типа для подростка. Икеа сегодня такая пустая. Так это здорово. Ну всё, старт. Нам друг шлак нужен. Да, точно, нам нужен друг шлак. Друг шлак. Друг шлак мы его называем. Давай, демонстрирую шапочку от 5G. Отличное изобретение. Посмотрите, какая прелесть. У нас похоже на эту миску с крышкой бокала. И хотя если крышку убрать, получается бокал. Мы давно мечтали о палочках многоразовых, чтобы есть своими. Вижу графин, который мы хотим взять. Берём, Плаш? Берём для воды? Берём. Фокусник, сейчас довокрутась началась. Довокрутась. И появилось постельное белье, которое похоже на хозяйственный пакет. Думаю, что вы знаете, о каком пакете я говорю. По рубашечке. Или как рубашечка фланелевая. Ну, по цвету как пакет. Не презирайте нас, мы купили в прихожую подарочек. Давай. Ну что, мы заходим в самый праздничный одессик. Самый новогодний. Тут ещё не так сильно новогодненько, конечно, но... Свечки есть. Ну, там должны быть украшения дальше новогодних. Мне нравятся эти свечи, но это не свечи, это светильники. Их можно безопасно, зато под ёлку поставить. Что думаешь? Нет. Нет? Спасибо. Эти свечи похожи на морковку. Мы всегда берём букет и свечи. Ну, как всегда, один раз нам посоветовали, и мы их взяли. Вот. Они самые бюджетные. Достаточно долго горят. Они стоят 300 рублей за 20 штук. Единственный минус, они для меня очень пахнут, невкусно. Воняют. Проще говоря, воняют. Да. Красиво. Только я не знаю, какую сюда свечку нужно вставлять, где этот размер. Всем хай! Я решила в этом видео, так как оно последнее в этом году, я решила показать все свои новогодние образы, хотя я не готовилась абсолютно. Я просто достала все вещи, которые у меня были в шкафу, похожие на вечерние, или которые можно преобразовать в вечерние образы. То есть у меня танцы руками какие-то. Самое праздничное, что у меня есть, это вот этот вот костюм, который сейчас вы видите на мне. Это диско-костюм. Он из Stradivarius. У него ещё открытая спина. Такой, конечно, экстравагантный вариантик, но мне нравятся его брюки. Не знаю, есть ли он ещё на сайте, но он классный. Ну, а естественно, всё это можно и отдельно носить, просто купить топ, например, какие-то брюки вниз, и сверху накинуть жакет. В общем, сейчас я покажу, какие я придумала варианты, которые мне придут в голову. Все вещи, которые я нашла, и обувь. Обуви у меня вообще почти нет праздничной, то есть я вообще ничего не покупала. Единственное праздничное, это вот это, а это туфли. Сейчас вы будете смеяться. Эти туфли с моего выпускного в 11 классе, то есть им уже лет 6. 6 лет. Но они снова начали появляться во всех магазинах, и я как знала, их никуда не отдавала, не продавала, не выкидывала, потому что я очень люблю такой фасон. Это вообще мои самые такие стандартные туфли, которые я носила в обычной жизни. А это самые универсальные босоножки, которым уже 100-500 лет. Вот эта экстравагантная подошва, она закрывается ногой. В принципе, тут остается только рогов. Это рогов и позолини коллекция. Мне кажется, она там постоянно. Вот. Ну и вот эти, конечно, мои самые любимые красавчики. Похожие на Маноло Бланник, это Утерку. Сейчас такие, конечно, продаются уже не только в Утерке, и не только в Маноло Бланник, но еще и в Страдивариус, в том же, и в Зара, например. В общем, поэтому загляните, если вы еще что-то ищете. Ну и здесь, то, что, в принципе, я в повседневной жизни ношу. Сейчас буду показывать. И здесь мои украшения, которые я буду использовать. Тоже мои повседневные, на самом деле. И такие украшения, которые яркие, с блестючками, со всякими, они могут любой казуальный образ превратить в вечерний. Ну, в той степени, в которой вы, конечно, хотите. Сумка, которая у меня есть, вечерняя, более-менее. И еще вот такая сумка, она прошлогодняя, здесь нет даже одного стразика. Она супер дешевая была для таких выходов, в принципе, которые происходят один раз в год. Это, мне кажется, ок. Она была мной куплена в Love Republic в прошлом году. А еще я очень хитрая. Я зашла в обычный швейный магазин и купила келье Марабу. Боа. Сейчас их вообще нигде нет. Я не знаю, в чем причина. Возможно, потому что это супер сейчас модно. Это Боа. Я купила за 900 рублей. И еще я взяла такие более мелкие перья в черном цвете. Я хочу обрамить либо туфельки, которые я показывала. Не буду вам все спойлерить, покажу. Ну, и это тоже я вам покажу, как я буду использовать. DIY. Знаю, что не все смогут выйти в таких блестках еще с открытой спиной и всем остальным. Поэтому я предлагаю еще вариант накинуть пиджак. Безопасный вариант. Можно здесь вместо топа еще надеть просто белую футболку и заправить ее в брюки. Тогда даже, мне кажется, будет лучше. Еще я вниз вместо тех туфелек надела розовые. отправиться на Новый год в ярком костюме это вообще суперидея, на мой взгляд. И довольно простая, довольно безопасная. Вы будете себя чувствовать точно комфортно, но при этом из-за цвета вы будете чувствовать себя ярко и празднично. Этот костюм от Lime очень люблю. Хорошо, очень сидит. И, кстати, я видела, что там в новогодней коллекции есть другие цвета. Там пудрово-розовый, тоже очень красивый. В общем, вариант для меня супер. Просто добавляем какие-нибудь сережки яркие, блестящие. Здесь тоже может что-то оказаться блестящие. А если вы эксперименталка, а если вы экспериментатор, то можно прозрачные перчатки найти. Вообще будет супер. Ну, и все зависит, конечно же, от обуви. Она может быть как кеды, если у вас уже есть какие-нибудь блестящие аксессуары. А может быть и классные туфли. Просто образ хорошей девочки. Самое яркое платье, которое у меня есть в гардеробе. И розовые туфли. Ничего изобретательного. А если у вас нет ничего супер впаяточного, переливающегося и так далее, можно выбрать что-то просто очень яркое. Например, Фукси. И я добавила заколочку. Ну и самый простой вариант образа, на мой взгляд, это брючный костюм. Я не стала вам показывать уже черный, ну потому что все уже все понимают про черный костюм. Я решила показать вам белый. Эти брюки достаточно длинные для меня, поэтому я надела свои блестючие туфельки и клатч. Как раз у меня здесь все украшения золотые получились, в том числе и туфли. И вот эти сережки, они стали вообще одними из моих любимых. Тоже страдиварос, я их случайно нашла. Не думала, что так их полюблю. Следующий лук, это просто черное платье. Оно бархатное и с декоративными золотистыми пуговками. Также я оставила ту же самую сережку, немного заправила за ухо, но при этом выправила одну прядь и добавила сюда экстравагантные затейливые колготки. И смотрите, на мои туфли это те, которые базовые, стандартные, но я сделала бантик. Сейчас покажу поближе. В общем, показываю ближе. Вот у меня есть базовые в моей туфельке. И я просто купила сегодня капроновую ленту в магазине. Один метр. Ее хватило ровно на один туфелек и больше там этой ленты не было, поэтому всего один я смогла сделать. По-моему, вышло почти точно так же, как у Джимми Чу. Причем даже модель обуви точно такая же. Но смысл ясен. Как вам такая идея? Ситуация, она любила белые костюмы. Он уже более белый, предыдущий был. Молочный здесь у меня еще. Жилетка. В последнее время очень их люблю. У меня есть еще черная. И брюки здесь уже палаццо. Очень длинные. И под сережки, и под мою заколку я добавила сумку. Белый всегда выглядит очень празднично. Чей-то цыпленок выпал из гнезда. Не пугайтесь, это все еще я. Это просто шикарный костюм от Студия 29. И сверху я надела свое... Позовите кто-нибудь меня на вечеринку. Мне срочно надо. Ну и у меня сережки еще серебряные и такие же туфли. Луа немножко убегает. Ну и думаю, что этим образом мы сегодня закончим, потому что уже час ночи. Час ночи, а я все показываю вам лучки. Если вы помните, то это платье у меня еще с лета, и мне оно очень нравится. Оно как будто бы на меня сшито. Я сегодня великая придумщица, поэтому я сегодня по контуру пришила сюда еще одно буа, только очень маленькое. Гораздо меньше, что при того предыдущего. Да и вообще из всех буа, которые я нашла, были только вот это черное и желтое, поэтому мне выбирать не приходилось. Но мне кажется, это отличная идея. Из летнего платья получилось такое более вечернее. Да, но это еще не все. Я к этому платью еще добавила мех на туфли. Сегодня настал тот день, когда мы решили наряжать елку. Сейчас я вам покажу. Она немножко осыпалась. Наряжать мы будем только гирляндой. Мне нравится, когда елка украшена минималистично, теплыми огонечками. Сейчас я покажу, какую гирлянду мы купили. Мы заказали на Озон вот такие вот гирлянды, две штуки. Вот 11 метров, они теплые и довольно часто у них огонечки расположены. Только заказали, и они сразу же на следующий день же исчезли с Озона. Еще посередине стола мы решили положить, ну как мы, я думаю, что это нельзя назвать мы. Я предложила положить посередине стола вот такой венок, а внутри как раз можно ставить подсвечники. Мне кажется, довольно уютно получилось. Кстати, вот как выглядит наш графин, который мы в Икеа взяли. Паша уже сюда водички с лаймом положил, и я включила за Хольдой. Я, наверное, смотрела его миллион раз, но для настроения пока будем наряжать елку отлично. Когда мы купили эту елку, я сразу подумала, как мы будем скрывать место, где она вставляется в подставку. И я думала, может, мы уже куда-то будем покупать вату на садике в детском садике обычно делают. В итоге мы нашли выход получше. Сейчас покажу. оказывается, что в магазинах все уже придумали за нас, и мы успели ухватить вот такую вот корзину. Нам сначала не очень понравилось, что она с таким небольшим как будто налетом, мы думали даже ее помоем, но в итоге в принципе и неплохо это и выглядит. Особенно учитывая то, что мы купили ее за полторы тысячи, ну да, примерно полторы тысячи она стоила, а потом мы нашли подобную даже той же самой фирмы уже за три, за четыре тысячи в другом магазине. Наверное, цена таких вещей, чем ближе Новый год, все возрастает и возрастает. Еще мы купили специально для Нового года красные свечи, как раз сейчас мы их и поставим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вы уже, наверное, увидели в предыдущих кадрах, какая получилась у нас елка. Мне очень нравится. Мне очень нравится, как выглядит она в нашей квартире. Здорово. Конечно, хочется побольше огней, но у нас всего две гирлянды, я думаю, что может в следующем году мы купим побольше. Вот, но мне очень нравится. Я даже бы не стала, наверное, игрушки никакие вешать. У меня уже такой более вечерний вид, домашний, ночной. Я бы хотела украшать елку какими-нибудь эксклюзивными для меня игрушками, возможно, те, которые мне дарят мои друзья или родственники. Не хочется просто бездушные покупать пластиковые разноцветные игрушки, эти шарики. Может быть, если бы они были подарены или с душой выбраны, каждый год получать по одной игрушке, вот это мне нравится. А так, конечно, настроение сразу на 5 баллов. В этом году мне наплевать на то, что это все маркетинговый ход, что все украшается для того, чтобы мы это покупали. Я просто хочу создавать вокруг себя настроение. Надо сказать, что это помогает. И вообще у нас с Пашей жутко сбился режим. Сейчас два ночи. Сейчас у нас вообще нет сна ни в одном глазу. Мы собираемся посмотреть сериал, а я собираюсь выпить кефирчик с булочкой. Меня никто не остановит, понимаете? Никто меня не остановит от этого. И я не знаю, что с этим делать абсолютно. Потому что мы просыпаемся в 12, ложимся в 4. Казалось бы, спим мы все равно в 8 часов. Почему бы не лечь, скажем, в 12 и не встать в 8? В Питере мне кажется, это сделать абсолютно невозможно, потому что у нас днем почти что нет солнца и я просыпаюсь только к вечеру. Сегодня мы решили устроить себе небольшой но при этом делаем из дела, конечно же, параллельно. Усты отдыхать не получается. Вот, мы приехали пообедать. Я уже успела забежать на открытие магазина 12 Stories самого большого в Петербурге. Там были все супернарядные. Я была в свитере, в джинсах, в угах и в миллионах кофточек, чтобы не замерзнуть, потому что мы поедем за город. здесь невероятно красиво. Хочется пищать от восторга каждую секунду, смотря на эти деревья. Вот, заходим нашей командой в лес. Ну, естественно, мы приехали поздновато, уже почти что закат. Наверное, у нас есть минут 30, чтобы погулять. Я думаю, что нам хватит, потому что жутко холодно, конечно. Красиво, но холодно. Снимать жутко холодно. У меня рука отвалится, поэтому я не буду вас радовать слишком много кадрами. Вот здесь в прошлом году была черная вода. Видимо, сейчас очень холодно и все замерзло. зимняя сказка. Мне кажется, что мы в каких-то декорациях к фильму. Невероятно красиво. Волшебно. Как на картинке. Снимаю. Я убегаю от тебя. .